Воскресенская делегация положила на лопатки своих соперников на выездном турнире. Чемпионат Москвы по дзюдо собрал 96 участников из 15 городов России. Охват подобных соревнований ежегодно растет. Бывшие спортсмены, действующие тренеры, любители со стажем здесь обретают второе дыхание. Виктор Маков по меркам турнира молодой человек, ему 35 лет. В своей весовой категории стал третьим, рассказал об ошибках своего соперника. Неправильно делает удушающий прием, пошел не подготовив его. Ну и получилось, что попался на удержание. Больше промах в принципе особых нет. Среди воскресенцев качественную борьбу показали Андрей Лисичкин, занявший первое место. Вячеслав Токарев и Виктор Коршунов, заработавшие серебро чемпионата Москвы. Главное это конечно общение, главное это эмоции, это ощущение праздника, я думаю, даст нам хороший заряд. Лидер воскресенской команды Анатолий Махин, известный своими успехами на международной арене, на турнире в Москве вновь подтвердил, что он все еще в форме в свои 74 года. Первое место в категории свыше 100 килограммов. Мы сегодня, как старшее поколение, можем смело рапортовать, что мы не только сохранили этот вид спорта, но мы приумножили и сегодня мы передаем эстафету. Здесь вот проходят молодежные схватки, поэтому в добрый путь им, а нам здоровья и долгих лет жизни. Про Воскресенска говорить, как про город борьбы, многим непривычно, но единоборство пользуется здесь невероятной популярностью. Это жила, которую разрабатывают давно и которая не иссякает до сих пор. Среди первых тренеров и популяризаторов этого спорта называют Анатолия Михайловича Родлевича. На московском турнире ему посмертно призвоили звание народный тренер, наставник России. О своем первом тренере вспоминают ученики. Родлевич Анатолий Михайлович, это он сам бывший детдомовец. Вот. И он сюда, в Воскресенск, начал здесь в Воскресенске треновать. Также он мастер спорта, является мастером спорта. Дитё войны, так он назывался. Вот. Потом, значит, он являлся судьёй международного класса. В высших инстанциях спорта он был со всеми знакомым и был везде главным судьёй, ездили по соревнованиям. Ну, простой человек, культурный, образованный такой, мог найти подходящее слово для молодежи, для юношей, которые, ну, приходили, волновались всё такое. Честь принять награду за наставника выпала Анатолию Махину. Есть связь времён, а значит, на подходе уже новые поколения, влюблённые в этот спорт. Живут борьбой, живёт борьба. Александр Иванов, Евгений Стародубов. Новости Искровект.